Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о том, кто же такой человек. Казалось бы, вопрос тривиальный, все думают, что наверняка знают на него ответ, но тем не менее, нам вряд ли размышляли на эту тему. Что интересно, что если этот вопрос решить неправильно, то нас ожидают удивительные ошибки, как, например, я уже приводил этот пример с нацистами, когда они пытались выращивать людей, как помидоры, то есть истреблять то, что им казалось неудачными особями, и выращивать особей, так сказать, самых лучших рас, которые они, и нации, которые они присвоили себе. Точно так же, например, встают вопросы о клонировании, да, то есть как можно планировать, нельзя планировать. То есть для того, чтобы ответить на подобные такие вопросы, нужно понять, кто же такой человек. Чтобы не ходить вокруг до окол, мы опять же обратимся к Священному Писанию, которое достаточно четко отвечает на этот вопрос, кто такой человек, и оно так нам становится все примерно понятно. Итак, что же говорит Библия чуть ли не с самых первых своих строк? Говорит о том, что человек сделан по образу и подобию Бога, да? Я всегда думал, ну как так, это что получается у нас Бог, да? Вот у него там уши, там нос, руки, ноги, да? Я смотрю его образы и подобие. Потом у нас начинаются сомнения в тот момент, когда нам преподают биологию, теорию эволюции, да? И мы такие понимаем, что надо же. Оказывается, люди-то, они же вот на обезьян похожи очень сильно, да? И очень-очень сильно похожи на то, что все-таки человеческое тело эволюционировало, да? И, возможно, наши предки где-то там в обезьянах. Из-за этого порождаются целые священные войны, да? Совершенно непонятно, как к этому ко всему относиться. Ну вот для того, чтобы более-менее прояснить, давайте посмотрим, что еще Библия говорит. Например, что так в Библии говорит о Боге, о котором, по образу и подобию которого мы сотворены. Говорится о том, что Бог есть Дух. Ага, значит, если человек создан по его образу и подобию, значит, это человек, это какое-то духовное существо. Причем Бог есть Дух, которого никто никогда не видел. Значит, духовное существо ты не можешь увидеть. Тогда здравствуйте, а это вот что такое? Что вот эти вот руки? Что вот эти ноги? И Библия совершенно четко отвечает на этот вопрос и говорит о том, что руки, ноги и прочее наше тело, это всего лишь оболочка. Это храм для Духа Божьего. То есть, такая вот Бога задумка, такой его замысел. То, чтобы вот в этом теле, внутри находился его Дух. И вот этот вот его Дух, это и есть образ и подобие Бога. Это и есть человек. Давайте мы посмотрим, как, например, Иисус, Он называл тоже свое тело храмом Бога. В Евангелии, вот Иоанна вторая глава. То есть, когда люди ему показывали на обычный храм, говорили, ну вот, посмотри, какой там красивый храм тут у нас в Иерусалиме построен. Он говорит, вы вот этот вот храм разрушите, а я его в три дня восстановлю. И в этот момент он говорил о собственном теле. То есть, вот что и есть храм-то настоящий, где Бог-то может жить. Еще, например, давайте мы посмотрим. Первая Коринфяна, 3 глава, 16 стих, тоже апостол Павел говорит. Разве вы не знаете, что вы храм Божий? Да? Что в вас живет Божий Дух. То есть, обращаясь к верующим людям, говорится вот так. То есть, о них, значит, наше тело, это Божий храм. Еще в первом же Коринфянам, 6 глава, 19 стих. Разве вы не знаете, что ваше тело является храмом Святого Духа, который живет в вас и который вы получили от Бога? То есть, у нас может жить Святой Дух, мы можем его получить от Бога. То есть, Бог у нас вдыхает, как бы, этот Дух, да? Ну, образное, конечно же, выражение вдыхания. Или вот еще, 2 Коринфянам, 16 стих, 6 глава. Ведь мы храм живого Бога, так как Бог сказал о нас. Я вселюсь в них и буду ходить среди них. Я буду их Богом, и они будут моим народом. Конечно же, все эти стихи, они говорятся о верующих людях, о тех людях, которые впустили в себя этот Божий Дух, которые живут согласно Божьим истинам. В Библии также очень много примеров, когда в людях живет вовсе не Святой Дух, вовсе не Божий Дух, а живут злые духи, называют их еще там бесами, да? Иисус ходил и изгонял из людей бесов. Также Он из нас сейчас изгоняет этих злых духов таким образом. То есть Иисус – это Божье Слово, да? Это Евангелие от Иоанна начинается так, что было Слово у Бога, и Слово стало плотью. То есть воплотилось в Иисусе Божье Слово. То есть Божье Слово, оно изгоняет из нас всех этих злых духов. Каким образом это получается? Во-первых, через веру, да? То есть мы должны сначала преклониться перед авторитетом этого Божьего Слова, потому что иначе мы в него просто-напросто не поверим. Во-вторых, мы должны пропитываться этим Божьим Словом. То есть когда мы читаем, когда мы размышляем о Божьем Слове, мы пропитываемся этим Духом, которым эти все слова написаны, Духом Истины. Когда мы читаем Истину какую-то, мы пропитываемся этой Истиной. И Дух Истины, он начинает жить в нас. Что интересно, что Дух Истины, он бессмертный, да? То есть как можно убить правду? Как можно ее уничтожить? Она рано или поздно всегда ее кто-нибудь откопает заново, да? То есть все то, что в Боге сделано, все то, что сделано в Истине, все то, что сделано, скажем так, по правде, любое слово, которое вы говорите, правду, оно бессмертно, у него плоды соответствующие, да? То есть если мы, например, пропитываемся Божьим Словом, пропитываемся Истиной, Дух Его проникает в нас, начинает в нас жить, как написано, да? Я вселюсь в них и буду ходить среди них. Я буду их Богом, они будут моим народом. То есть как будто вот Бог в нас, Бог среди нас, да? У нас есть уже Бог, у нас есть Истина. И это нас ориентирует. Наши мысли меняются, наши потом слова меняются, меняются, потом у нас меняются поступки, у нас меняется окружение, в итоге меняется вся жизнь. И эта жизнь, она уже называется святой, праведной, в том случае, если она сделана поистине, в Духе Истины. И вот смотрите, как написано интересно. В книге Псалмов, прям первый Псалом начинается. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Размышления, да? То есть, наша воля вот в законе Бога, в истине, чтобы была истина, чтобы было все правильно, чтобы по правде было, без лжи, без зла, без вот этого всего. Все то, что не в Боге, оно как бы нас не интересует. Мы размышляем день и ночь о его законе. И вот такое обещание дает Бог. И будет он как дерево посаженное при потоках вод, которые приносят плод свой во время свое, и лист, которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет. То есть, обещание такое, что будут плоды, да? Причем плоды, которые будут давать свои результаты в вечность, да? То есть, и лист не вянет, и во всем, что не делает, успеет. То есть, вот такой вот человек, духовное существо. Он может быть похожим на Бога, пропитываясь Божьим Духом. Каким образом? Через Божье Слово. Божье Слово и есть тот самый наш Спаситель. Спаситель в этом мире лжи, потому что мир реально пропит различной ложью, да? Нам ничего не остается, как искать истину у Бога, который всегда говорит только истину, свят, абсолютный, и всегда готов наполнить нас своим Духом, потому что мы Его дети, и Он хочет, чтобы мы все были похожи на Него, да? Тоже Библия говорит, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. То есть, вот к этому совершенству, собственно, и призван каждый верующий христианин.